Привет, я Олеся Медведева, а это новый выпуск Ясно Понятно блога на канале Страна.юэй. Кадровая лихорадка, которая перед концом правления охватила президента Порошенко, добралась и до армии. Неожиданно одного за другим Порошенко снял с должности двух ключевых людей, которые отвечают за ведение военных действий. В зоне операции объединенных сил на Донбассе, ранее которая называлась антитеррористическая операция. Командующего силами ООС Сергея Наева и командующего нацгвардии Юрия Алерова. На место Наева назначен Александр Сырский, а командовать нацгвардейцами пока временно будет Николай Балан. Эти назначения сами по себе довольно удивительные, так как проводятся всего за несколько недель до окончательного ухода Петра Порошенко с должности президента. Что нелогично, по идее он должен уже передавать дела, а решение по людям на ключевых постах передать уже следующему президенту. Тем более, что смена сразу двух командующих в условиях продолжения боевых действий само по себе сложный процесс. Чреватый временной дезорганизации в армии, что в условиях, когда еще в стране меняется главнокомандующий, довольно опасно. Но это если верить Порошенко, что у нас идет война с Россией. А раз война, то к чему весь этот сыр-бор? Или у нас нет войны с Россией, а потому Порошенко может свободно себе менять командиров, как пешки на шахматной доске. Но в любом случае, давайте разберемся, зачем все эти перестановки. Смотрите до конца, и все станет тогда ясно и понятно. Наев был назначен на свой пост еще чуть больше года назад. Как раз тогда, когда АТО на Донбассе была переименована в Операцию Объединенных Сил. Многие связывали эти перемены с тем, что Порошенко стремится сконцентрировать в руках подконтрольной себе ВСУ все управление военной операцией. Уменьши влияние нацгвардии, которая служила сразу двум господам. Петру Порошенко, как верховному главнокомандующему и главе МВД Арсену Авакову. Ведь структурно нацгвардия входила в его министерство. И в общем-то, Наев считался верным кадром Порошенко. По крайней мере, никаких претензий к нему у президента не было. Наоборот, президент хвалился как с переменой букв, названия военной операции, дела на фронте улучшились. На самом деле, никаких видимых перемен на Донбассе не произошло. Велотекущая война продолжалась. Но, повторюсь, никаких претензий к Наеву у Порошенко не было. И тут вдруг такое внезапное увольнение. Его сменщика Александра Сырского называют человеком муженко. Хотя Инаев, в общем-то, был вполне лояльным и к Муженко, и к Полтораку, и к самому Порошенко. Сырский наиболее известен тем, что организовывал отвод украинских войск из Дебальцево в феврале 2015 года во время окружения. Эту операцию оценивают по-разному. Порошенко же и командование армии называют ее «блестящей». А вот сами военные и очевидцы этих событий говорят, что отступление попросту превратилось в хаотичное бегство. Была брошена почти вся техника, войска понесли серьезные потери. В общем, нельзя сказать, что на место Наева пришел какой-то сверхвыдающийся полководец. Тогда зачем эти перемены? Бытуют две прямо противоположные точки зрения. По одной из них Порошенко усомнился в лояльности Наева после итогов голосования военных на Донбассе. Многие из них проголосовали за Зеленского. По данным источников страны, Наев действительно не сильно агитировал за Порошенко. Но вряд ли для уходящего президента это имеет уже какое-то принципиальное значение. Все равно уже ничего не изменить. А мстить Наеву и нажить врага в его лице, который тут же перейдет в команду Зеленского и расскажет ему обо всех не очень приятных вещах для Порошенко и Минобороны, о ситуации в армии, очень глупая тактика. По второй версии Порошенко, точно так же, как и в случае со своим главным охранником Федоровым, о котором я уже рассказывала ранее, просто дает Наеву уйти. И сделать это заранее, чтобы закрыть все дела и исчезнуть из поля зрения правоохранителей. Ведь Наев на самом деле очень много знает, и как по финансовой части, куда и как на самом деле тратились деньги на войну. И по теневой стороне ведения боевых действий, кто на самом деле давал приказы нарушать перемирие, кто первый стрелял и почему. И для Порошенко не очень нужно, а точнее очень не нужно, чтобы и о первом, и о втором знали следственные органы, если при новом президенте этими вопросами заинтересуются. Что касается Алерова, тут ситуация сложнее. Он никогда не был для Порошенко в доску своим человеком, потому что на него всегда большое влияние оказывал Арсен Аваков. Известен случай во время парада на День независимости в 2017 году, когда Порошенко демонстративно не подал руки Алерову. Однако командующий Нацгвардией точно так же, как и Наев, достаточно много знает о реальной картине войны на Донбассе. И о деньгах, и о добробатах, большая часть из которых влилась в Нацгвардию. И для Порошенко, вероятно, тоже бы очень не хотелось, чтобы эта информация где-то всплыла. И, наконец, есть еще версия, что Порошенко просто занимается этаким вредительством. Специально создает неразбериху в управлении войсками, чтобы Зеленскому создать как можно больше проблем. Ее также не нужно сбрасывать со счетов, хотя, конечно, вряд ли она может быть основной. Ну а главный вопрос все-таки в другом. Куда денутся два других ключевых человека в украинской армии? Глава генштаба Муженко и министр обороны Полторак. Вот они как раз и являются главным кладезем информации. И по освоению оборонного бюджета, и по Дебальцево, и по Иловайску, и по другим тайнам войны. А потому стоит пристально следить за их передвижением, что мы и будем делать и обо всем рассказывать вам. На этом у меня пока все. С вами была я, Олеся Медведева. Ясно, понятно, блог на канале Страна Юэй. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайк этому видео, делиться со своими друзьями, чтобы они больше знали и разбирались в украинской политике. Совсем скоро с вами снова увидимся. Пока.